Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Что включает в себя генеральная уборка города? Как горожане могут поучаствовать в наведении порядка и чистоты? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев и заместитель главы Октябрьского района Олег Ивахин. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните, мы вас услышим. И я предлагаю ответить вам на вопросы. Готовы ли вы лично к участию в субботнике? Выйдете ли на уборку? С каким настроением? И что вы думаете об участии широких общественных масс в генеральной уборке города? Звоните. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич Олег Владимирович. Добрый день. Уже, наверное, вечер. Вечер, но солнце еще. Но повтор нашей программы как раз будет днем, поэтому можно сказать и так, и так. Так. Скажите, пожалуйста, что охватывает и как выстроено вот такое масштабное мероприятие, как генеральная уборка города? Что в себя включает? Как организовано, вот если можно, схему? Кто курирует? Как вот такая выстраивается? Наверное, вертикаль тоже все-таки. Есть руководство, которое распространяет планы и пожелания и так далее. Ну, назвать вертикалью-то это может не совсем правильно, это может как-то... Ну, может быть, да. Вот. Дело в том, что город у нас в своей структуре, он неоднороден. То есть есть различия, отличия очень сильные между районами. Потому что там, взять, к примеру, центральную часть города с плотной застройкой, с одним асфальтом и Красноанглинский либо Кубышский район с достаточно широкими территориями озеленения. Вот. Поэтому основной порядок уборки определён, что это у нас, как заводится, это уличная дорожная сеть сначала подготовится к порядку, потому что она раньше всех просыхает, по крайней мере. Дальше идёт уже, как от неё волнами, это переход на дворовые территории, уборка, уборка территорий, на которых нет хозяйских субъектов. И уже дальше потихоньку переходят и так покраски малых отсутствовательных форм, деревьев, осадов. И завершается практически переходом в лето, в май. А для каждого района есть свои какие-то нормативы? Вы приблизительно представляете, сколько должно быть там убрано, какая территория, сколько вывезено мусора, покрашено что-то? Такие вот рамки устанавливаются? Или кто сколько, как сможет, так и уберётся? Здесь, наверное, я на этот вопрос вам отвечу, как представитель внутригородского района. Да, для каждого района есть, как вы говорите, свои объёмы. Они, во-первых, от чего отталкиваемся? От площади. От площади и от жилищного фонда, который есть на территории района. Плюс также скверы, парки, бульвары, та же самая уличнодорожная сеть. То есть та информация, которая необходима для составления планов и графиков уборки. Мы всё аккумулируем у себя в районе, то есть собираем графики проведения уборки, как из муниципальных предприятий, так и с управляющих компаний, и с ТСЖ, которые находятся на территории района. Конечно, эти графики у нас уже получены, они сведены, есть понимание по тому временному отрезку, когда та или иная территория будет прибираться управляющей компанией. Плюс к этому ещё, значит, в администрации района проведены встречи в каждом микрорайоне у нас их. С активными общественниками? Да. Я вас прерву на секундочку, потому что поступил звонок от телезрителей, мы послушаем его, потом продолжим. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый день, Татьяна Петровна, скажите, пожалуйста, почему не благоустраивает трамвайную остановку на улице Ставропольской? Нет остановочного павильона по ходу движения трамвая в город, и это уже давно. А Ставропольская где именно? А? По Ставропольской остановок много где именно, какой участок? Ставропольская пересечения с Воронежской. Спасибо за вопрос. Он относится к вам, к вашему полномочию? Ставропольская, Воронежская, это в районе городского ГИБДД. Вот, по поводу павильона ожидания, фактически, там ставить его некуда. Там трамвайные пути напрямую ограничены непосредственно с жилым сектором, частным. Поэтому, действительно, размещение остановки там достаточно проблематично. Пока у нас техническое задание есть ГИБДД на этот участок, у нас в планах там скорректировать установку пешеходных переходов, знаков, и подготовить к ним подходы к тротуару. То есть ситуация не изменится, да, в ближайшие годы? Потому что размещение остановки, подблизывая определенные требования, она должна быть удалена непосредственно от площадки посадки пассажиров, которые посадятся в трамвай. И имеют определенные параметры. Здесь дорога, трамвайные пути практически упираются к жилому сектору. То есть такова особенность застройки, потому что остановка, которая идет из города, она находится дальше, ниже. Павильон ожидания уже за проезжей частью находится в улице Творопольской. Там он совмещен, автобусная остановка и трамвай. Но я напомню, что основная тема сегодня у нас все-таки генеральная уборка города, субботник. Поэтому, если есть вопросы именно по этой теме, звоните и задавайте. Итак, вот, то есть вы делаете ставку на активных жителей, раз уж мы с ним собирались. Мы провели встречи с активными жителями, приглашали всех жителей, проводили эти встречи. Активные жители откликнулись, пришли на встречи, обсудили все вопросы. И проведение генеральной уборки, в том числе и благоустройство, какие-то планы на будущее. Но самое основное, это было посвящено как раз генеральной уборке. Информацию, какую доводили, во-первых, нам нужно было понять, кто готов для того, чтобы раскрепить окончательно всю территорию района за субъектами. То есть за предприятиями были направлены письма на руководители предприятия, для того, чтобы они поддержали данные мероприятия. Но это уже сложившаяся традиция, я думаю, что мало кто отказывается от такого. Подключили студенчество и плюс активных жителей, чтобы они в своем дворе, в первую очередь там, где гуляют их дети, навели порядок после зимы совместно с управляющей компанией. Управляющие компании подготовились, значит, приобрели шансовый инструмент дополнительно, мешочки, перчаточки, для того, чтобы обозначили также и на сайте информацию эту разместили, где можно получить этот шансовый инструмент, мешки, перчатки. Также разместили на сайте администрации телефоны горячей линии, их четыре телефона. А в связи с чем горячая линия? Так интересно, обычно в чрезвычайных каких-то ситуациях? Ну, ситуация может быть всякая, да. Вот есть такие моменты, что люди вышли, территорию убрали, мусор вывезти управляющая компания, допустим, не успевает. Тут уже оперативно для того, чтобы подключился район, и труд не был напрасно, время потрачено, вот, и не было негатива, подключились. Также по стыковке управляющих компаний ТСЖ. Да, вот это очень важный вопрос. Давайте на нем остановимся, послушаем телезрителя, потому что, действительно, управляющей компанией, вот, хотелось бы выяснить, какая роль управляющим компаниям отводится ТСЖ, конкретно обоим, в обоих случаях. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут. Меня вопрос вот интересует. У нас года два назад, это район улицы Советской и у пересечения улицы Ставропольской, меняли трамвайные пути и меняли какую-то коллекционную трубу. Но восстановить пешеходную дорожку они не восстановили нам, и нам приходится ходить там по грязи. Вот к кому нам обратиться с этим вопросом? Спасибо. Ну, перекладка трамвайных путей, я так понимаю, поворот со Ставропольской на Советскую, уже с выездом в сторону Карла Маркса, то есть участок, там, по-моему, один такой поворот, где тротуары вдоль двухэтажек старых бараков идут. К кому обратиться? Трамвайные пути перекладка осуществлялась муниципальным предприятием на ТТУ, то есть фактически они обязаны были восстановить этот элемент трамвайных путей в тот объеме, в котором им были. Соответственно, контроль осуществляется административными комиссиями, это если не восстановили они, и городской административно-технической инспекцией. То есть прежде всего, в данном случае, это в район, который также контролирует работу, который у него проходит, это у нас Кировский. И городская административно-техническая инспекция. И вот у меня тогда такой вопрос, что можно сделать в рамках месячника по благоустройству, именно не с чистотой, с порядком, да, вот вывоз там мусора и грязи, а вот именно какие-то элементы благоустроить? Ну, вообще говоря, апрель месяц части благоустройства, это не очень подходящий месяц, потому что строительный сезон как таковой не начался, и проводить реальные строительные работы, оно не совсем правильно. То есть это большая часть подготовка к строительному сезону, который начнется уже, можно сказать, с конца апреля по погодным условиям, уже будет выходить в лето и ближе к осени. А непосредственно апрель – это элементы восстановления существующих конструкций, там, ремонт лавок такой небольшой, когда их не надо не бетонировать, то есть замена досок, покраска, допустим, детского оборудования, покраска, мелкий ремонт. То есть приведение после зимы, в правильном случае отмытие от них, допустим, граффити. Да, ну вернемся к управляющим компаниям и ТСЖ и так далее. Есть мнение, и очень много считают людей, что если мы платим деньги, да, вот за эти коммунальные там услуги, уборку и так далее, то эти вот предприятия, которые полномочены, они должны это и делать. И почему мы должны, собственно говоря, свое личное время тратить, выходить? Потому что мы свои функции выполняем. Вот как вы к этому относитесь? И все-таки, что должны сделать управляющие компании в рамках наведения порядка? Ну, в рамках… То, что касаемо, что должны сделать организации в период проведения генеральной уборки, да, ну, во-первых, убрать ту территорию после зимних накоплений, которые за зиму, это и листва, которые уже во время снега, да, тоже упало на газоны, это и какой-то бытовой мусор, который под снегом сейчас вытаивает, появляется. То есть привести территорию в нормативное санитарное состояние, очистить его от мусора, от зимних накоплений. Управляющая компания, если брать в частности, да, обслуживает жилой фонд имущества собственников многоквартирного дома, плюс прилегающую территорию. В свое время, когда у нас была программа «Двор, в котором мы живем», одним из существенных условий данной программы было то, что победители данных программ обязывались содержать то имущество, оборудование, которое было установлено у них на их территориях, внутридворовых, за счет собственников многоквартирного дома. По факту этого не случилось. Да, жители просили, поставьте им, да, мы будем содержать, будем все. Если говорить чисто по Октябрьскому району, это 21 двор, 21 площадка, дворовая была, то есть больших дворов было сделано. Но вот сейчас данное оборудование, оно ложится на плечи администрации Октябрьского внутригородского района. Это порядка 1646 единиц. Вот, это надо все содержать, на это нужны деньги. Ну, сейчас вот мы выстраиваем такую тоже линию, что будем передавать управляющим компаниям, активным, закреплять за ними для содержания. Да, вот это новшество такое. Вот, да, ну и жители должны понимать, что в ихнем дворе их имущество, которое, да, они владеют, в том числе и квартиры, и подъезды, и придомовая территория, они наняли управляющую компанию. Они являются работодателями для управляющей компании. Да, нужно научиться еще требовать. Да, не справляется, они считают, деньги заплатили, ну, должны делать. Но ведь работодатель тоже, когда платит своему работнику, потому что все являемся, кто-то работодатель, кто-то работник, да, с нас же также спрашивают. Почему? А жильцы считают, что жители, зачем спрашивать, для этого есть администрация, пусть она спрашивает. С управляющей компанией. Да, мы спрашиваем с них, да, мы наказываем, опять-таки, по обращениям жителей, по тем рейдам, естественно, мы делаем их в плановых, скажем так, объездах, которые совершаются периодически, выявляем нарушения, привлекаем, наказываем и административно. То есть самим собственникам нужно быть активнее и требовательнее. Да, нужно жителям быть активнее и требовательнее. Там, где жители активнее, там, где требовательнее, там и сразу видно состояние дворовой территории, состояние фасадов, состояние подъездов. Все-таки мы призываем к активности. А скажите, а что должно, Виктор Евгеньевич, смотивировать горожан на проявление вот такой активности? И выйти, и соседа позвать, и убраться, и еще там что-то, и с управляющей компанией предъявить, почему вот я плачу, а не уберу. Мотивировать не одно, жить в достойных условиях. То есть, немножко возвращаясь к тому вопросу, что я плачу деньги и должны убирать, но следует еще заметить, что мусор, который образуется непосредственно около дома, который не относится к листве, веткам, это окурки, там, пакеты, бумаги, бытовой. Вообще говоря, жители обязаны его внести на контейнерную площадку и складывать в контейнер. То есть, он образуется как? Это те же самые жилья, это соседи, значит, на мусоре слияния мусоря. То есть, вообще, это административное правонарушение выбрасывания любого мусора из окна. То есть, если мы не делаем замечания соседям, то есть, это наш мусор, это мы, да, нарушили. Мы допустили это. Поэтому и убирать-то нам. И я вас дополню, все-таки в этом году администрация пошла на дополнительные меры мотивации, и концерт будет, и будут всяческие как-то привлекать, и благодарить потом как-то участников активных, да, вот этого благоустройства. У нас есть сюжет, с кем объединилась администрация. Сейчас давайте послушаем телезрителя, а потом посмотрим сюжет. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Я Макарова Фарина Федоровна. Живу я на 116-м километре. Ну, у нас вот мусорка, у нас мусор складываем, сборник мусора, прямо напротив нашего подъезда. И когда начинается особенно ветреная погода, весь мусор у нас несет прямо на наш газон. Мы обращались в наше ПЖРТ с просьбой, чтобы нам сделали скамеечки и хотя бы оградили наш газон. Они пообещали сделать скамеечку, но ничего не сделали. А газон ничего, даже и не тронули сделать. Понятно, ваши претензии, замечания. А может быть, не газон ограждать, а вот саму вот эту мусорную площадку? Вообще говоря, мусорная площадка, контейнеры, они обязаны быть закрыты крышкой. И если они открыты, это уже нарушение, соответственно, того организации, которая обслуживает эту контейнерную площадку. И к ней, возможно, предъявляется той же самой администрации района обоснованные претензии, вплоть до штрафных санкций. То есть с таким вот претензией можно в администрацию района тоже обратиться и дальше действовать, если не справляются сами? Заявление от жителей, значит, на данные, скажем так, состояние контейнерной площадки. Это и мусор вокруг нее разбросан, это и открытые крышки, это и какие-то объявления, наклеенные на самих стенках, да, контейнерной площадки. Административная комиссия района выходит, все это фиксирует, не может, а штрафуем, выходит, привлекает, если это управляющая компания, значит, управляющую компанию. Или, если ТСЖ, ТСЖ, если потреб рынка отношения имеет, значит, объект потреб рынка, у данных, значит, субъектов есть договорные отношения с перевозчиком. В этих договорах прописана обязанность перевозчика производить уборку контейнерной площадки в радиусе 10 метров, получать подбор мусора. Ну, то есть, все условия для того, чтобы содержать контейнерную площадку в надлежащем виде. Вот. А дальше они уже между собой разбираются, или они регрессом выставляют, или, ну, привлекаемый перевозчик. Чаще всего привлекают именно не организацию, а должностное лицо. То есть, это то, что платят представители организации своего кармана. Это не может ложиться на саму управляющую компанию, на деньги, на платежи. Совершенно верно, да. Вот, важная деталь. Главное, наверное, вот в этой всей истории с проведением такой вот массовой генеральной уборки, то, чтобы появилось желание какое-то у горожан жить в чистом городе. И вот я, как уже говорила, что администрация делает попытки как можно больше участников этого процесса, чтобы было. И поэтому такой дальше вот волной пойдет уже какой-то вот, вот именно желание, мотивация. Я прерву, и опять от вас, Олег Владимирович, как раз выпадает. Послушаем телезрителей, потом продолжим. Добрый вечер, представьтесь, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Елена Андреевна. У меня вопрос к коллеге Владимировичу. Олег Владимирович, совсем недавно вы приезжали к нам в Октябрьском районе, чтобы разбилить возможность, рассмотреть возможность по просьбе жителей, разбилить контейнерную площадку, которая находится между улицей Галя и Мичурина. Как взвинулся этот вопрос в этом направлении? Что удалось вам решить и когда можно будет посмотреть нам? На результат, да. Спасибо, да, спасибо. Добрый вечер. Да, был такой выход после очередной встречи с активными жителями на территорию. Контейнерная площадка на самом деле там, скажем так, совмещенная. Очень много контейнеров на ней находится сверх норматива. Жители обратились для того, чтобы данную контейнерную площадку разнести по кварталу и разделить хозяйственные субъекты, чтобы все-таки было четкое понимание, кто отвечает за данную контейнерную площадку. На сегодняшний момент схемы контейнерных площадок составлены и, как мы с вами договаривались, мы их сейчас направили на согласование в Роспотребнадзор. Как только мы получим согласование, потому что мы с вами проговаривали 4 места, но одно у нас было под вопросом. Вот мы все эти 4 места направили на согласование в Роспотребнадзор. Как только мы получим согласование, я так думаю, что это будет в конце следующей недели. Мы будем готовы с вами встретиться и конкретно обсудить, когда мы приступим к разделению этой большой контейнерной площадки. Это непосредственно нам же будет разделено. Да, непосредственно. Но при этом надо понимать, что, как я уже и проговаривал, для того, чтобы организовать новую контейнерную площадку, мы должны подготовить твердые основания, должны поставить, естественно, то есть создать заново контейнерную площадку. На это тоже надо будет время. В конце следующей недели я вас наберу, у меня контактные телефоны ваши есть, плюс представитель ТОС, мы активно общаемся практически каждый день. Спасибо за разъяснение. Наступило время сюжета. Давайте посмотрим, кто объединяется в этом процессе, и потом будем продолжать. Не только словом, но и делом. Самарские журналисты станут активными участниками весенней уборки города. Руководители ведущих СМИ и глава Самары Олег Фурсов подписали соглашение о совместных действиях по созданию комфортной городской среды. И это событие для журналистского сообщества не просто закадровый текст. Журналисты сегодня не только с удовольствием рассказывают о том, как горожане принимают в этом участие, но и вместе с ними выходят на улицы города. Думаю, это здорово и замечательно. Соглашение о сотрудничестве подписали также представители религиозных конфессий Дома дружбы народов и Союза народов Самарской области, а также молодежного парламента. Я надеюсь, что каждый из нас на своем рабочем месте, по месту проживания, приложит максимальное усилие для того, чтобы вот идеологию чистоты, порядка, единения распространить среди своего окружения. Безусловно, мы этим месяцем не ограничимся. Каждый месяц мы будем только наращивать усилия по наведению порядка в городе. Мы полны решимости работать в этом направлении. Мы знаем, что у нас все это получится. Для жителей Самары в этом году власти приготовили необычный сюрприз. Самые чистые дворы будут благоустраивать по федеральной программе. 27 по 3 в каждом районе оборудуют системами видеонаблюдения. За активное участие в генеральной уборке города люди старшего поколения получат дисконтные карты на скидку в продуктовых магазинах. Среднего возраста билеты в театры, музеи и на выставки. А молодежь отправится на концерт звезд российской эстрады. Общественные молодежные парламенты в своих районах будут организовывать субботники, то есть привлекая таким образом наибольшее количество молодежи, жителей города, администрацию. То есть совместными усилиями, я думаю, у нас получится наилучший результат. Соглашение подписали уже больше 40 организаций. В частности, строительные компании выступили с инициативой на субботниках привести в порядок деревянные дома в историческом центре Самары. Самые активные участники сегодня это кто? Какой-то возраст или категория? Как можно определить, кто с удовольствием и желанием выходит на такую уборку? Ну, самые активные, судя сейчас по тем заявкам, которые есть, уже изъявили желание и готовы уже выйти в ближайшие дни, это студенчество и это, скажем так, возраст... В принципе, много. Конкретно, если брать от 35 до вот... Даже 70 лет приходит, бабушки говорят, дайте мне адрес, дайте мне, где я могу получить шансовый инструмент, саженцы, чтобы выйти и благоустроить клумбу. Потому что если в доме сложилась обстановка хорошая, старшие по дому, активные жители, которые общаются, обсуждают, вместе им хочется, чтобы внуки у них гуляли там и дети в чистоте, вот они, наверное, и быстрее на все это отзываются. Да, вот здесь такой вот фактор играет. Здесь не от возраста, да, зависит. Здесь все-таки от внутреннего состояния, от активности людей. А с предприятиями, Виктор Евгеньевич, не возникает проблем? Вот предприятие какое-то там или даже небольшое, магазин или что-то, и около него грязь. Как вот такие вопросы решаются? Ну, вообще-то у мелких таких объектов потребительского рынка, как магазинчики, киоски, у них у всех есть соглашение о санитарном содержании, когда за ними закреплена определенная территория, там в зависимости от типа магазина, от 5 до 10 метров в периметр. Хотя они обязаны это делать. То есть в данном случае таких проблем, на вопрос, что они отказываются убирать, нет, они убирают вокруг себя, то есть достаточно активно участвуют. То есть работы поставлены. Вот. Крупные промышленные предприятия, у нас они больше тяготеют к районам промышленной, Кировский, там, Советский. То есть здесь соглашение уже, в принципе, вот, как говорили, о сотрудничестве подписано Союзом Работодателей Самарской области, то есть они уже участвуют в этом. Да, более того, они частично предприятия уже берут не только зону, которая непосредственно вокруг предприятия прилегает, они берут под шефность отдельные участки. Крупные-то, да. А муниципальные предприятия как участвуют? Тоже? Ну, муниципальные предприятия, как и, в принципе, все муниципальные служащие, как администрации города, так и районов, они выходят и убирают с территории уже в общественные зоны, те же самые скверы, бульвары, парки. То есть ИТР практически у всех предприятий, весь месячник работает постоянно вместе с дорожными рабочими. Ну, вообще, по традиции такой всегда какой-то подъем на субботниках, еще что-то, но есть и ошибки, и какие-то проблемы, которые вот из года в год либо повторяются, либо уже решаются. Вот что бы хотелось искоренить? Вот вы уже сказали, Олег Владимирович, что горячая лень для того, что убрали, поставили мусор, на следующий день вышли, все разнесло, тот же мусор никто не вывез. Вот что еще, какие вот негатив есть, на которые нужно обратить внимание и его в этот раз избежать? Ну, негатив, ну, в принципе, он всегда появляется в период месячника, когда люди начинают выкидывать старые вещи из дома. Это больше касается, конечно, центральной части, когда под утро на придорожных газонах появляются сломанные диваны, кресла, телевизор. То есть здесь незапланируешь, приходится снимать с линии машины, то есть это убирать. Сейчас возникают конфликты, плюс сваливает бытовой мусор, также придорожные газоны, причем очищенные, свежеочищенные, покрашенные деревья. То есть, да, те территории, я просто дополню, те территории, которые уже убрались тем или иным субъектом, да, вот начинается вынос, есть контейнерные площадки, есть отведенные места для складирования такого мусора. Контейнерные площадки, они разделены для бытового мусора и для крупногабаритного. Поэтому большая просьба к жителям, да, есть желание там очистить квартиру там и в период месячника, не только двор, но как-то это делать цивилизованно и весь свой мусор, все-таки складировать на отведенных местах, а не организовывать несанкционированные свалки, на что приходится отвлекать и тратить дополнительные силы, средства. В какой раз уже убеждаюсь, что здесь вопросы культуры, воспитания очень важны, но это уже отдельная другая тема. Спасибо за то, что пришли в наше время и стекло. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова